С камерой может видно, а отсюда с телефона или как? Я включил, включил, привет. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я вот поставил тебе вот так вот, телефон, да? А сам смотрю в эту камеру, потому что я хочу тебе рассказать интересную вещь. Потому что я посмотрел за последнее время о конечном результате всех длительных тренингов, самых разных. Ну, там, начиная, знаешь, НЛП, там тренинги, потом, значит, тренинги по Сильва-методу, тренинги по альфа-состоянию, тренинги по дыханию по бутейкам, тренинги по самым разным, даже саентологию. Даже я смотрел психоанализ, конечные курсы, ну, в результате, что человек получает в результате. Йоги, что получает в результате. Самые разные направления, что человек получает в результате, в конечном. И вот я смотрел, как эти люди выступают, делятся своими впечатлениями о том, что они проходили какие курсы, и что они получили. Получили. Но самое главное, что они получили на самом деле, они говорят, у нас крылья открылись, новая жизнь появилась. Ну, в принципе, мы остались такими же, какими мы были, но мы теперь чаще чувствуем то лёгкое состояние, такое творческое, когда мы не зацикливаемся на неприятностях, находим выход из тупика, легче переключаемся из одного состояния в другое, находим в себе состояние, которое нужно для решения той или иной задачи, будь то задача умственная или физическая. Ну, короче говоря, стали счастливее, потому что стали чувствовать радость жизни, потому что мы не застреваем в неприятностях. Вот это интересно, да? Вот, например, мне сейчас надо там выступить где-то, и я легко нахожу у себя состояние, которое мне поможет хорошо выступить. Или я там спортсмен, например, мне надо сегодня хорошо играть в хоккей, я должен себя настроить к этому состоянию, когда у меня, знаешь, какое состояние? такое игривое, когда во мне много энергии, когда я прямо порхаю, и когда получается какая-то неудача, например, ну, что-то не так пошло, то я не теряю присутствие духа, легко нахожу опять себя, опять быстро-быстро, прямо по ходу становлюсь опять таким же, короче говоря, не застреваю. Вот это важно. И поэтому появилось у них чувство радости жизни от самого факта жизни. Раньше радость этой жизни у них была в зависимости от каких-то обстоятельств, ну, там, подарок сделали, или день рождения, или там, допустим, похвалили, или медаль золотую получил, он, наконец, после трудов своих достиг того, что он хотел. А теперь он получает эту радость жизни независимо от этих обстоятельств. И кроме того, вот, независимо от всех обстоятельств, может поддерживать у себя силу духа, уверенность в завтрашнем дне и в том, что у него теперь все получится, чем бы он ни занимался. То есть они обретают в конечном счете это качество, все время чувствуют себя с возможностями, что они теперь верят в свои силы, вот это ощущение, у меня все получится. Чем бы они ни начинали заниматься, новым проектом, там, или переговоры какие-то собираются вести, вот это ощущение, что у меня получится. Вот это они приобретают. А для этого они же ведь там проходят очень долгие какие-то сложные курсы с лекциями, с тренингами и так далее, и так далее. А это все самое мы же можем получить и быстрее, и проще, если, допустим, мы проведем маленький курсик, практический и теоретический, объясним, как работают две половины мозга, как они размыкаются, смыкаются, когда человек находится в подготовке к чему-то, когда он находится в процессе творчества, когда он находится в процессе восстановления. Если он это потренирует, ну, например, на Новый год я сделал такое пожелание. Хотите вы, чтобы у вас исполнялись ваши желания? Да. Для этого нужно разомкнуть мозг на секунду. Например, вы настроитесь на то, что ваши руки пойдут. Вот этот тест, ключевой стресс-тест. Вот держите руки так и вообразите. Это пробное желание перед тем, как свое основное желание, которое вы хотите заложить в мозг, как программу, как установку. Допустим, на целый год вы сейчас можете пожелать себе то, что вы хотите. А для этого сначала подумайте, что же вы хотите. Представьте себе, например, ваше будущее. Вот посмотрите, ваше будущее впереди, сзади, сбоку или где? Ну, вот он, например, сидит и говорит, у меня впереди. А где прошлое? А прошлое где-то здесь или там. Ну, хорошо, теперь посмотри, что у тебя светлее. Будущее или прошлое? Ну, он или она говорит, будущее светлее. Я говорю, хорошо, хорошо. Но если ты там какие-то пятнышки темные чувствуешь, видишь, да, есть одно пятно какое-то, ну, подплыви туда мысленно, разгреби это темное пятно, осветли свое будущее. А он говорит, да как это, разве это работает? Ну, конечно, работает, ты просто перешел на другой уровень, когда ты можешь вот эти вот все подфайлы мозговые, одним этим действием уже там откорректировать в направлении того, что у тебя будущее будет лучше, и теперь чем бы ты ни занимался, у тебя уже там есть поддержка внутренняя в мозге. Ну, хорошо, хорошо, это потом детально можно разобрать. Это один из приемов. Ну, сейчас самое главное. Вначале продумай, что ты хочешь в этом новом будущем, чтобы у тебя все получилось. Ну, он или она сидит и задумывает план желаемого своего состояния, самочувствия, своей бодрости, игривости, потому что игривость – это самое главное чувство, когда много энергии. Вот как котята играют, как собачки играют, когда у них много энергии, дети играют. Вот эта игривость, с которой они могут выступать, переговариваться, делать рекорды, писать какие-то научные статьи. Вот это чувство игривости. Ну, вообразите себе вот это чувство игривости. Как теперь это заложить в мозг, чтобы это стало программой? А надо на мгновение раздвинуть половину мозга, вложить туда это и снова сомкнуть. Это станет такой установкой, которая будет действовать целый год. вот таким поддерживающим моментом, основанием. А что для этого сделать? А для этого сделаю пробное желание. Давай, сначала контроль, сначала проверь, исполняется у тебя сейчас желание или нет. А как? А вот этот ключевой стресс-тест. Ты берешь, представляешь, что руки расходятся, и руки пошли, пошли. И в этот момент ты уже можешь мечтать о том, что ты заготовил, как ты хочешь, чтобы у тебя прошел год, что ты хочешь в этот год получить, какие изменения, улучшения в себе, в себе и в будущем. И вот человек, исполнив пробное желание, тем самым разомкнув две половины мозга, тоже синхронизация получается, двухполушарий мозга, через это действие. Он разомкнул, помечтал на фоне этого упражнения о желаемых переменах в себе и в будущем, потом сел вот так, сделал взгляд расфокусированным, рассеянным, и сидит вот так. И там все это дело утрамбовывается. И так посидел полторы-две минуты, а потом настроился на выход, настроился, что через минутку там он выйдет, голова прояснится, как по ступенькам из темноты на свет, на свежий воздух, как после свежего душа такого бодрящего он выйдет. И он настроился, и через минуту-полторы выходит, теперь встряхнулся. Да, говорит, у меня такое чувство, что я зарядился. Вот за такое короткое время. Я только один маленький пример привожу. Как можно те же самые приемы, ключевой стресс-тест, а у нас там есть еще разгрузка, когда снимаешь лишние стрессы, лишние зажимы, зажатости, неуверенности, неприятные впечатления, психотравмы. Снимаешь, освобождаешь свой мозг, разгрузка там, сколько она дозируется по времени, потом перезагрузка, да-да, вот эти все вот, синхрогимнастика, потом пять классических упражнений, потом упражнения, которые ты подбираешь по ключевым критериям индивидуального подбора, путем перебора и находишь свои собственные упражнения, синхронизирующие. И таким образом, через несколько занятий, ты получаешь новые навыки, именно те навыки, что ты можешь легко переключаться, выходить из любого транса, например, из стресса или неприятности, да, на ноль, когда голова свободная, чистая, да, или перезагружаться, переключаться, и с этим дальше жить, действовать. Таким образом, ты быстро научаешься получать у себя те изменения, которые ты хочешь. остался таким же ты, как был, но стал более счастливым, а стал более счастливым, потому что теперь чувствуешь, что ты сможешь. Да, раньше ты застревал, а теперь ты меньше застреваешь, а ты сможешь. Займешься живописью, у тебя получится, будешь новый проект делать, у тебя получится. Пойдешь там на какие-то всякие выступления, у тебя получится, и ораторское искусство, и все остальное, и все получится. Видишь, какие вещи я тебе желаю в новом году, чтобы у тебя был такой инструмент, когда исполняются твои желания. Да, но это только маленькое видео я сделал. Ну, какой там потенциал, какой там потенциал, это потрясающе. Поэтому это называется метод ключ. Ну, а все эти блоки, о которых я говорил, переход от ключевого стресс-теста до разгрузки с перезагрузкой, чтобы любой стресс зажигал у тебя новую энергию, чтобы ты мог его использовать, а не бояться стресса. Это вообще суперские вещи. Но это вообще надо вот, там еще ключ-2, о котором я вообще сейчас не говорю, это моделирование. Ну, сейчас не будем об этом говорить, вообще, я полностью ключевой стресс здесь никому не даю, потому что боюсь, чтобы в те руки не попал. Но это и понятно, это и понятно. Я только элементы ключ-2 даю, но сейчас новая книга выйдет, там по элементам ключ-2. Да, это вообще интересная вещь. Ну, короче говоря, среди всех тех методов в мире, которые практикуются и существуют, есть, наконец, именно то, что называется ключ, который помогает подобрать ключ к себе и пользоваться этим, да, независимо от обстановки, шума, да, и практические занятия мы проводим в условиях, близких к реальному, а не в каких-то удобных там, там где тихо, тишина, нет, 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 наоборот, близких к реальному, в этом суть антисредств и подготовки. Ну, ладно, эти методики ключа, они развивают стресс-устойчивость, они развивают способность легко переключаться, восстанавливаться, мобилизовываться, расслабляться, да, выходить на состояние творчества и использовать энергию стресса по своему желанию, в желаемом направлении. В новом году вы это получите. До встречи, друзья. До встречи. Потрясающе. 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 Продолжение следует...